Всем привет, друзья! С вами канал AlexPro, игра Звездные войны Галактика Героев, и в этом выпуске я проведу гайд по кораблям. Так, собственно, корабли становятся доступны с 60 уровня. Открывается вот такая вот локация, в которой есть три игровые локации. Испытания флотов, битвы флотов и арена флотов, соответственно. Также есть магазин. С чего стоит начать? Ну, давайте для начала проведем бой, чтобы посмотреть, что же у нас и как происходит. К примеру, битва. Выберем такую вот локацию. Итак, как вы видите, вот экран построения наших кораблей. Слева вверху у нас идет корабль, который, ну, назовем его основной корабль-флагман. Всего на данный момент в игре присутствует пять кораблей. У меня сейчас открыты четыре, но я, в принципе, предпочитаю играть пока за Акбара. В зависимости от самого корабля, у него есть, как вы видите, разные перки. Вот об этом чуть-чуть попозже. Итак, Акбар у нас здесь стоит. И вот наш экран. Как вы видите, три корабля находятся сразу у нас в построении. И вот здесь из дополнительных мы можем формировать ячейки подкрепления. Ну, примерно вот такую вот команду составим. Итак, в бой. Стартовая команда. Это всего лишь три корабля. И затем еще есть четыре, которых возможно вызвать в качестве подкрепления. Ну, к примеру, давайте так. Бах! Все, 30 тысяч. И здесь, так Акбар, так стра-та-та-та-та-та. Все, расстреляли. Остался один корабль. Ну, давайте, к примеру, еще используем вот так вот. Какой-то перк. А вот такой вот. Все, вдвоем расстреляли последнего жука. Все, победа, конечно же, три звезды и награда. Если таковая имеется. Ну, что-то как бы насыпали. Итак, собственно, с самой битвой разобрались. Примерно то же самое, что и с обычными чувачками. С персонажами. Но немножечко интерфейс изменен. Корабль-флагман, он принимает в битве участие. Различные усиления дает. И может атаковать противников. Вызывает подкрепление на своем ходу. Но при этом его уничтожить нельзя. Победа считается, победившей считается та команда, которая уничтожила все корабли противника. Ну, за исключением, соответственно, флагмана. Итак, арена флота. Один из таких самых приятных элементов здесь. Это именно арена флота. Потому как мы можем получить довольно-таки качественные призы. А именно, начиная с топ-50, мы получаем по 50 кристаллов. Зайдем в топ-20, соответственно, получим 100 и так далее. Вплоть до 4 кристаллов за день. Вы только вдумайтесь. 400 кристаллов за день. В случае, если мы будем лидером в этом списке. В этом рейтинге. Но даже если мы будем в топ-50. Смотрите. 150 купонов, билетов, которые дают право на пропуск. Жетоны от магазина флота. Ну и по мелочам еще. Конечно же, на рубеже, то есть вот к точке 50, потом к точке 20, там очень жестокая борьба идет. Вплоть до того, что вот можно сегодня зайти в топ-50 в моем случае. Завтра проснуться, будешь уже где-то 70-й. Можно даже и 80-й. То есть, как бы, кто успел, тот и съел. Но это что касается самой битвы арены. Арена, опять же, проходит в оффлайн режиме. Но пока, как бы, об этом тоже не стоит. Испытания флотов. Самое интересное, что здесь есть, это, пожалуй, на мой взгляд, материалы для развития способностей кораблей. Почему так? Потому что здесь, помимо материалов для развития способностей кораблей, дают также дзета материалы. Всего два раза. Можно использовать все испытания, которые вот по кругу идут. И, соответственно, в день можно получить две дзеты. Три раза в неделю. Итого шесть дзет в неделю можно получить. Также есть фишка улучшения крупного корабля. Мы в данном случае мейс винду, адмирал Акбар. Что мы здесь получаем? В случае награды мы получаем определенное количество осколков корабля. И дополнительные материалы для его улучшения. И улучшения команды. Ну, пока что, как бы, хоть и требованные единицы все выполнены. Но у меня немножко не докачаны. Теперь, что касается, ну, не докачаны корабли. Что касается того, как качать корабли. Это самое интересное. Ну, корабли, в принципе, бывают рассчитаны на одного пилота. На несколько пилотов. И вот есть даже один корабль, который вообще является беспилотником. Дроид-стервятник. То есть, он сам по себе, себе командир. Ну, это отдельная история. Теперь, что касается самих кораблей. Да, как же нам сделать так, чтобы у нас был самый лучший флот. Ну, чтобы мы всех побеждали. Что для этого нужно? Ну, соответственно, для этого нужно прокачать корабль. Но прокачка корабля заключается не только в увеличении звездности. Как и у персонажей, собираем осколки и улучшаем звездность корабля. Также есть прокачивание навыков, которые добавляют урон. Там особые способности. Пассивные могут быть навыки. Есть еще такой вот навык при вступлении в бой. То есть, если персонаж уже активен, то никаких навыков он не получает. Вот. Ну, а если мы его призываем в качестве поддержки, то он получает эти бонусы, которые перечислены вот в этом вот навыке. В данном случае навык форсаж плюс 10% к атаке. И также дополнительные фишки, которые дает сам навык форсаж. Так. Что у нас тут есть еще? Агрессор. Вот, как вы видите, здесь агрессор. Но для прокача корабля очень важно, я бы даже сказал, один из самых важных моментов, это прокач самого пилота. Чем круче будет у вас пилот, тем лучше будет ваш корабль. К примеру, давайте зайдем в статистику. Множитель улучшения. При улучшении корабля возрастает мощь, предоставляемая каждым членам экипажа. Вот так вот. Мощь экипажа 37000. Ну и так далее. Тут уже мощь корабля, общая мощь. Это то, что касается галактической мощи. Теперь перейдем к такому параметру, как основные параметры, то есть защиты, скорости и так далее. То есть здоровье, как вы видите, экипаж, то есть Кайлорен дает 80000 здоровья. А сам корабль уже дает 20. Казалось бы, да? Чуть-чуть совсем дает. Так же и с защитой. То есть Кайлорен настолько прокачан, что даже защиту дает. Эффективность и все остальные перки, которые есть, также влияют на все параметры корабля. Но при этом, что хочу еще отметить, в плане скорости. То есть скорость 62, а Кайлорен имеет скорость, давайте посмотрим, что-то в районе 200. Так, скорость, скорость, скорость. 200, почти 240, короче. То есть мы примерно в 4 раза, примерно в 4 раза, вот этот вот будет у нас меньше добавляться в плане бонуса от персонажа. Это вот со скоростью. То есть понятно, чем скоростнее корабль, тем больше он и чаще наносит уроны. Теперь, что касается роли самого корабля. Как вы видите, персонаж-то у меня танк, а вот корабль уже становится агрессором. То есть здесь далеко не всегда одни, одна роль героя, пилота, и роль корабля. В данном случае агрессор у нас Боба Фетт, также и здесь у нас идет агрессор корабль. Но для любой пачки желательно, я бы даже сказал, настоятельно рекомендую, чтобы был у вас один танк, хотя бы один танк в начале. Но у меня как бы с этим пока не очень хорошо. То есть пока качаю танка, не очень быстро, так сказать, идет. Но хотя бы один танк должен быть у вас, тогда бои будут проходить легче, проще. Одним из таких простых танков, которых можно собрать уже в начале игры, ну как в начале, то есть с 60 уровня начиная, можно собирать танк Дарк Лайтера. Особенность его заключается в том, что он восстанавливает защиту. Вот его уникальная способность. на максимальном прокате истребитель восстанавливает 40% защиты и провоцирует противника на протяжении двух ходов. в случае, если враг подвергся захвату цели. Но, как вы поняли, сам по себе захват цели не производится обычными атаками, обычно это какие-то способности, или же другими персонажами. то есть неважно, кто производит захват цели. Будь это Дарк Лайтер, или же, к примеру, другие какие-то персонажи, там тот же Боба Фетт, у Дарк Лайтера будет срабатывать провокация и он будет восстанавливать защиту. Причем, именно восстанавливать защиту, а не получать дополнительную защиту, сиреневую, которая на время. Так, поэтому рекомендую самому Дарк Лайтеру качать модулями различными защиту, чтобы у него было прокачано. Ну и, конечно же, качать помимо звездности еще и уровень снаряжения. Вот, к примеру, давайте посмотрим статистику. Так, защита 52 тысячи, здоровье 52 тысячи. Вот так вот экипаж наш добавляет этому кораблю. Хотя вы видите седьмой уровень звездности и седьмой уровень звездности у нашего Дарк Лайтера. Но при этом всего лишь десятый тир. Всего лишь десятый тир. Давайте посмотрим еще статистику. Здоровье 18 тысяч, защита 32 тысячи. То есть, как бы, не очень. Да, конечно же, докачать его там, на максимум прокачать и становится такие действительно очень-очень приятные. А в случае, когда его используют в комбинации еще и с такими танками, как охотник за головами, вот этот клык-гончий, ну их тогда действительно очень тяжело выбить. Потому как клык-гончий получает свою защиту в зависимости от полученных повреждений, когда враги наносят ему урон. то есть на два хода усиливает защиту клыка на 25%. Суммируется. То есть, нанесли они на 25% или нанесли они на 2%, неважно. Защита будет увеличиваться, увеличиваться, поэтому клык-гончий можно выбить, ну, если действительно бить по нему крутыми уронщиками. Чтобы пробивать эту защиту, сбивать ее и дальше потихонечку лупить, бомбить. Что касается основной пачки. Кого я рекомендую? Ну, я рекомендую, опять же, это будет клык-гончий дарк-лайтер на ранней стадии, затем, в принципе, уже на рассмотрение. РАП-1 довольно-таки приятный корабль. Также у него есть фишка взрыв, который игнорирует защиту цели и сразу же наносит урон по основному телу кораблей. Что тут написано? Наносит всем урон физический плюс дополнительный урон равный 30% от их максимального здоровья. Эта атака игнорирует броню и защиту. В начале боя перезаряжается. То есть, согласитесь, если у вражеского корабля меньше 30% здоровья, то выбьет по-любому, плюс бьет по области. То есть, сколько бы не было кораблей, одним залпом можно отправить далеко-далеко несколько кораблей сразу. Поэтому тоже довольно-таки приятный корабль. Рекомендую его к прокачу. Что же касается остальной начинки, на ранних стадиях в принципе можно использовать такие корабли, как звездный истребитель джедая консула, звездный истребитель дженезиньян солдата дженезийского и от повстанцев, в данном случае это фениксов, призрак. Почему? Именно их можно использовать вначале, потому как они дают дополнительный ход союзного корабля. Вот у них есть у всех такие способности, как призрак и выбранный союзник получает скрытность на два хода, затем призывает на помощь, выбранного союзника и двух повстанцев, которые наносят на 60% меньше урона. Зашибись! Вот, но как бы этот перк очень-очень хорош при работе с повстанцами, то есть пачка должна быть из повстанцев, опять тот же, к примеру, Дарк Лайтер, тот же, к примеру, второй корабль Фениксов Фантом 2, вот, тогда будет действительно максимальный коэффициент получаемого КПД вот этой способности полезного действия. Звездного истребителя примерно та же схема, то есть атакует, берет поддержку союзника, плюс восстанавливает еще и защиту, ну, дает точнее временную защиту, так что рекомендую их прокачу. Теперь о тенденциях, о моде. стало довольно-таки модно сейчас качать жуков, а вместе с ними и корабли. Уже нередко встречаются такие умельцы, которые собрали жуков, причем хорошенечко их прокачали, и при этом прокачали корабли на семерочку, а именно три корабля жуков. У нас это корабль солдата, корабль санфака, который является танком, танкует очень хорошо, то есть выбить его, казалось бы, я смотрю, как бы по количеству хп, вроде бы ничего такого сложного нет, но начинаю бить, он же не выбивается, то есть при достойном прокаче персонажей пилотов корабль становится также крутым. И что у них еще есть за фишка? Короче, у них еще такая фишка, что они могут атаковать с поддержкой, то есть опять лишь другие корабли приходят на помощь и наносят также урон. Так что довольно-таки приятная тема. Так, что у нас тут критического урона? пока как бы не будем тратить. Что касается кораблей флагманов. В данном случае в начале игры у вас будет три корабля, исполнительница, дом один и стойкость. Затем уже, затем можно будет получить еще химеру и переговорщика. Ну, переговорщика можно выкупить, используя дорогую валюту специальных событий. А вот химеру можно будет выбить в мифических событиях. Не в мифических, а в очень-очень редких. Так, но кого же стоит качать в самом начале? Казалось бы, можно же качать вообще кого хочешь, но кого лучше и кого эффективнее было бы? Эффективнее, конечно же, было бы прокачать исполнительницу. Во-первых, корабль заточен как бы на мощный урон, у него способность, вот, давайте посмотрим, имперский штурм, короче, вылетают кораблики и бьют сразу всех. От этих атак нельзя увернуться. Оглушают врагов, подвергнуты захвату цели, там, тра-та-та и урон на максимуме довольно-таки крутой. Бьет действительно очень сильно. Так, сверх особых каких-то мощных перков, как бы, ну, не то, что, я бы даже так сказал, не совсем так, чтобы прям много, но действительно, по-своему корабль хорош. И почему именно исполнительницу? Исполнительница это темная сторона, а здесь есть такой вот, как я вам уже говорил, завершенный в данном случае уже испытание, которое дает дзета-способности. Для его прохождения необходим корабль исполнительница 5 звездочек и корабли темной стороны. Причем корабли даже не темной стороны, корабли темной стороны нужны для повышения исполнительницы то есть сама исполнительница нужна определенной звездности. В данном случае 6 звездочек нужно, чтобы прокачать на последний уровень и забирать дзета-способности. Вот, а для этого нужны будут корабли. Крутые за тем же уже сами эти испытания можно будет проходить любыми кораблями, но исполнительницу выбивать придется только лишь темной стороной. А для этого у меня вот такой набор был чтобы выбить. Итак, это был РАП-1, Сид-истребитель, еще был обновленный истребитель Дарта Вейдера, это три основных было, которые уронщики, я бы их так назвал. Но затем уже был командный шаттл я еще собрал, и еще был у меня какой-то по-моему дженезианский истребитель дженезианского солдата я еще собрал вот и Сид-истребитель да-да-да вот он имперский Сид-истребитель я их забил как бы но они скажем так урон не наносили слабо были прокачаны но тем не менее мне удалось выбить исполнительницу и соответственно дальше пройти эти уровни так что касается арены флота как я вам уже и говорил действительно там очень мощные бои то есть был 48 у меня ранг потом меня сбросили как бы на 50 пробился опять сбросили как бы вот опять пробился на 48 кстати вот рекомендую сейчас посмотреть ролик битву за 50 место вы только вдумайтесь какой уровень сложности там идет что может что они Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Опять же... Вначале попытайтесь все-таки сделать акцент на темные корабли, а затем уже на все остальные. Ну что ж, друзья, на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. А будут вопросы, пишите их в комментариях. Пока-пока! И до встречи в новых выпусках.